Итак, у нас на стационаре прибавилась некоторое время назад такая зловредность Ну вот да, зловредность действительно злая Мы уходим куда-то Зловредность действительно злая для своего возраста И это хорошо, потому что такие птенцы, вернее слетки, да Ручнеют плохо И это очень славно, даже при выкорме в домашних условиях Собственно, этот товарищ, это слеток ранний, да, это нормально для серых неяс, те серые, она же обыкновенная неяс Вот, массовый вид сов в нашей средней полосе Поскольку они являются дуплогнезниками, для них являются нормой гнездования в зимний период Вот, просто потому что в дупле, естественно Да, тык, до свидания Потому что в дупле, естественно, проще поддерживать температуру Необходимую для инкубации яиц, ну и да, для самки, которая насиживает эти яйца Чтобы она не мерзла Вот, поэтому, в принципе, могут Да сядь ты, господи В принципе, могут приступать к гнездованию уже в декабре, в январе И, соответственно, в феврале у нас появляются вот такие вот дети слетки Собственно, чем слетка легко отличить от птенца? Слеток может стоять на лапах уверенно, может перепрыгивать, перемещаться Это первое Второе, у него уже открыты глаза полностью, да Он смотрит на мир широко открытыми глазами И третье, у него есть уже начинающие расти маховые рулевые перья Маховые перья – это большие перья в крыльях, рулевые – это перья в хвосте Вот, соответственно, если вы встретили такого слетка в природе Сейчас все поедут скоро на майские праздники И вот эти все шашлычники, которые тащат псевдоспасенных детей из леса Это, на самом деле, бич нашей реабилитации Потому что гораздо проще не подобрать слетка и оставить его в покое Нежели потом проводить курс реабилитации, реинтродукции для этих птенцов Да, что достаточно геморройно Потому что их нельзя просто выкормить, выпнуть на волю И возрадоваться, что якобы птичка выживет Птичка не выживет Соответственно, период реабилитации он включает в себя помещение в вольер к сородичам своего вида Так называемые, да, приемные мамки всякие, которые докармливают слетков Собственно, вольер, естественно, изолирует птиц от людей Людей они видят по минимуму, они учатся общаться с сородичами Вот, да, то есть учатся нормальной внутривидовой коммуникации И, соответственно, учатся в дальнейшем ловить живую добычу, которую им туда сажают И, собственно, дают с ней разобраться Как правило, это кормовые грызуны, да, разведенные в неволе мыши диких окрас Потому что, естественно, если притравливают на белых мышей, сала белых мышей в природе не встретить Нужны именно мыши темного окраса Вот, соответственно, только когда птица научилась общаться с сородичами Ай-яй-яй-яй Научилась общаться с сородичами, когда птица научилась ловить добычу Тогда их переводят по методике мягкого выпуска уже в разлёточный большой вольер в месте выпуска Они там сидят где-то недельку-две, осматриваются Запоминают окрестности И потом из этого вольера, собственно, открывается леток, да, окошка Через который они могут вылететь из вольера Осмотреть окрестности, облететь, да, облетаться всячески вокруг этих разлёточных вольеров И, собственно, если что-то пойдёт не так, да И в первые недели птица не сможет нормально ловить добычу Она может всегда вернуться в вольер и доесть Вот, то есть, соответственно, их первое время ещё прикармливают Ну, согласитесь, такая методика и методика выкорма дома мяском из магазина С последующим выпиныванием в лес – это немножко разные вещи Соответственно, при методике плавного выпуска, да, про которую я говорила выше Выживаемость абсолютно нормальная и зачастую даже выше, чем выживаемость в природе Потому что с выкормленными в неволе, тщательно обследованными, пролеченными от всех проблем с лёдками Мы избегаем вот этой вот птенцовой гибели, да, смертности в детском возрасте, которые, естественно, есть в природе Вот, собственно, этого слёдка подобрали на самом деле правильно Потому что он имеет рахит слабовыраженный, постановка лап немножко нарушена Вот, но он имеет сейчас все шансы успешно пролечиться Собственно, сейчас на курсе лечения лапы уже начали выправляться И всё у нас замечательно В дальнейшем мы его либо сможем вернуть в выводы к родителям, если он ещё будет держаться на той же территории, откуда его подобрали Либо, собственно, ну, как бы он будет проходить вот эту вот реабилитацию по методике мягкого выпуска Которую мы реализуем с Центром реабилитации Сирен на самом пятигорске Вот, в общем, если вы нашли вот такого вот милого, пушистого, замечательного совёнка, да, в лесу Он сидит один-одинёшник, он не брошен Родители при вас не появятся Не надо их ждать, не надо пасти, караулить А вдруг там, давайте убедимся, что родители его не бросили Родители его не бросили, но при вас они не появятся Ночью вот такие вот дети начинают орать Орут часто, орут много, соответственно, обозначают родителям, где они сидят Родители их докармливают, защищают, там, отгоняют всяких лисичек, кошечек, собачек Но при вас они этого делать не будут Вот, поэтому нашли такого слёдка, прошли мимо Если он сидит где-то на видном месте Взяли его в ручки, отнеслись с видного места на 50, на 100 метров Посадили куда-нибудь либо в кусты, либо на нижней ветке деревьев Дальше он вполне себе разберётся сам Под видео я оставлю ссылку на пост ВКонтакте Там подробнейше расписано со всякими кучей всяких фоток интересных Собственно, что делать с этими слёдками, куда их передавать, если слёдок ранен Если у него есть там травма крыльев, травма лап, да, если он не может уверенно стоять на ножках, если видна кровь на перьях, да, то есть если ему действительно нужна помощь Вот, либо если там дети притаранили вам этого слёдка и не могут показать место, куда его вернуть, да, то есть возврат обратно на родительскую территорию невозможен Тогда, соответственно, ну, есть смысл передать в центре реабилитации, причём как можно быстрее Потому что кормление магазинным мясом даже в течение там 2-3 дней, оно зачастую приводит к рахиту, к неопротивным последствиям и зачастую к смерти Поэтому выращивать, выкармливать самостоятельно, ну, вот, честно, не стоит Чем быстрее передадите, тем больше шансов, собственно, на то, что он успешно выживет, вырастется ровным, красивым, нейрохитичным и выпустится в природу Вот, собственно, поста в контакте нагло попрошу, да, распространение Кто есть в контакте, я того прошу репостить вообще везде, где можно, куда только можно Потому что тема со слёдками, она, естественно, ежегодная, актуальная, бесконечно актуальная И, собственно, ну, много обращений, чем больше их будет, тем лучше, на самом деле, да Потому что у нас, конечно, запара весной со всеми этими товарищами Но лучше пусть люди звонят, спрашивают, получают какую-то новую информацию и действительно знают, действительно помогают Нежели вот просто бездумно тащат из леса Вот, собственно, на этом, наверное, закончим И я попытаюсь выдрузить его обратно в переноску, потому что одной рукой я это не сделаю Всем спасибо за внимание